Всем привет! Сегодня у нас очень интересная история от моей подписчицы. Давайте начнем. Сразу приступлю к сути. Очень хотелось бы получить от вас обратную связь. Я замужем за турком, с мужем работаем вместе. Работаю я уже в компании больше полугода. И вот пару месяцев назад ко мне появилось теплое отношение со стороны директора. Причем, как только я пришла, у нас были терки. Мне казалось, что мы друг друга недолюбливаем, что он ко мне так относится, потому что я иностранка, либо по другим причинам. Но тем не менее работали, но общались только по работе и не более. И вот, как я писала, пару месяцев назад началась любимобильность с его стороны. Сам он разведен, есть сын от первого брака. Он стал со мной нежничать, говорить комплименты, угощать чем-то вкусным. Я же потом угощаю в ответ, чтобы не быть должен. Вообще, кстати, в Турции это принято. Если тебя угостили когда-то, соседи так делают. Или на работе. Кто-то часто бывает постряпала. Женщины, особенно-таки, возраст тети любят. Приносят на весь коллектив, в офис. А потом кто-то другой это делает. То есть, если такая традиция есть, то да, тут как бы принято угощать в ответ. Дальше больше он сказал, что любит меня. И то, что я замужем, это вообще его не смущает. Я же ему тоже говорю, найди кого-то, кто свободен, как и ты. А он мне нет, люблю и все. Он не пристает, но подкатывает. Бывает, что может ущипнуть за руку, но то больше по приколу. Причем он это делает откровенно при всех, так как это его фишки и щипнуть не может любого и каждого. Сам он человек веселый, позитивный, коллектив неплохой, работа от дома, с 10 минут езды на маршрутке. Мужу не говорила. Если расскажу, то он поговорит потом с шефом, а тот поменяет отношения ко мне и еще настроит всех против меня. В общем, боюсь, что сделать что-то неблагоприятное, условия работы, а то и выживет с работы вообще, если не уволит. Я вот не знаю, как будет, либо действительно увольняться, искать новую работу, хамить не хочу однозначно, он обидится. Я раз уже сказала, чтобы он прекращал это все, так потом он обиделся и не разговаривал со мной. И я потом все просила, чтобы он не обижался, вот так вот. И еще немножко девушка добавила к сведению, если что, мне 27 лет, а директору 45, замужем я полтора года, своих детей нет. Также я хочу добавить, что я забыла написать, что на мои аргументы, что я замужем, он говорит, выходи за меня. То ли это такие шутки, то ли я что-то не понимаю. И еще ситуация длится уже два месяца, и при том, что я уезжала на Новый год в отпуск, у меня не было три недели, я искренне надеялась, что это прекратится по возвращению, но как бы оказаться, чтобы он остыл после долгого отсутствия, но увы. Да, история таки интересная, это может, конечно, случиться не только в Турции, но девушка живет вот в Турции, замужем за турком. Ну, это личная ваша проблема. Я давайте немножко с точки зрения психологии немножко, да, об этом поговорим. Ну, во-первых, вы позволяете за собой ухаживать, у вас очень много моментов, которые вы написали. Я боюсь, за работу держусь, она очень удобна, то есть вы вся возможными вариантами, всевозможными оправдываете эту ситуацию и допускаете ее. Я один раз сказала, чтобы он этого не делал. Я ждала, чтобы вы не прекращаете в резкой ультимативной форме. Вы слишком эту еще историю запустили, уже два месяца она длится. Всякие ухаживания и внимание вообще на будущее для тех, кто это смотрит, кто оказался, может, только что оказался в такой ситуации, или может быть. Вообще, либо домогательство, неприятное вам внимание, вы должны осекать тут же. Не позволять человеку это повторять. Вообще это ненормально, вы знаете, это харассмент, это домогательство сексуального плана, плюс еще и на работе. Вот вам показательная история о Харви Ванштейне, как это может закончиться. Тем, что вы не говорите конкретное нет, вы позволяете, ему даете шанс дальше, вы это сами допустили, дальше за вами, скажем так, ухаживать, оказывать знаки внимания. Один раз сказав, это не то. Вы уже допустили, два месяца это идет. Вы сами сказали, он меня угощал чем-то, а я его в ответ. То есть вы чувствовали знаки внимания, но вы ему позволяли за собой ухаживать. Вообще, как психолог, вот эта вся ситуация, не хочу просто зачитывать какие-то термины, скажем так, теги с вашего письма. Я вам хочу сказать, что обратите внимание на ваши отношения с мужем. Потому что вы допускали ухаживание, и вам приятно другого человека, мужчины. Даже если скажете, он мне неприятен, вы все равно уже два месяца это терпите, никуда не уходите. А порадуетесь тем, что вам страшно потерять работу, дело не в работе. Может быть, вам как-то неприятно, но на подсознании вам приятно вот эти домогательства, ухаживание, внимание этого мужчины. Этого вы не испытываете от своего мужа. А вам, вы еще отметили, мне 27, ему 40 с лишним лет. Возможно, у вас есть какое-то потаенное желание, внимание мужчины, который старше вас гораздо. Если ваш муж, у вас с мужем разница в возрасте небольшая. Может быть, у вас в плане психический, психологический такой вопрос есть. Почему вам приятны эти ухаживания, не вам все-таки приятно. Это может быть какая-то травма, психотравма из детства. Если у вас был в семье отчим, например. Например, возможно, какие-то такие варианты подросткового периода, когда становление, либо комплекс помладше, но все равно. В общем, среднее половое, когда созревание у детей идет, какие-то желания, внимание от мужчин старшего возраста. И может просто какого-то там, не знаю, соседа на лестничной площадке или еще как-то. Каким-то образом вам было приятно, у вас это осталось в голове, внимание мужчин старше вас, которые более властны, старше. Потому что это ваш начальник, руководитель, которому нет, сказать не можете. То есть вообще интересно, почему вы не можете сказать нет. Ваше вялое, слабое нет, оно не подействовало. Вы это прекрасно знаете. Вы еще даже сказали, я ему сказала тогда нет, один раз вы ему нет сказали, отстань, типа, да? Спротивились. Он потом со мной не разговаривал, и я извинялась. Ну что за игра? Как вести себя, что с этим делать? Ну, все очень просто. По-правильному для человека со здоровой психикой вы должны уйти с работы, прекратить это общение и найти другую работу. Все просто. Никаких оговорок, причин, какая хорошая работа, как она близко рядом с моим домом, нет. Если вам это действительно доставляет дискомфорт, вы находите решение проблемы. Решение – это увольнение. Почему вы мужу своему не говорите об этом? Вы боитесь потерять работу, и вы боитесь того, что это ухаживание закончится? По правильному здоровых отношениях с мужем вы должны были бы, у вас было бы желание, вот так, вы не должны, у вас было бы желание попросить защиты от своего мужа в этой ситуации. Чтобы он вас поддержал, защитил, прекратил эти отношения. Да, вы лишитесь работы, но вы бы были под защитой своего мужа, то его, скажем так, ну какая-то роль в семейных отношениях, функция, вы к нему за помощью не пошли. То есть у вас, во-первых, нет доверия с мужем, это вообще 100%, вас как-то не устраивает ваша семейная жизнь, ваши отношения с вашим мужчиной, надо в этом покопать. Может, вам кажется, ой, да все замечательно, но если было все замечательно, вы бы другому мужчине не позволяли этого делать, не позволяли знаки внимания вам оказывать, и в конце концов противились бы, вам бы было это не по душе. И у вас бы, понимаете, если бы вы действительно любили своего мужа, и он окутывал у вас нужной вам заботой и вниманием, вам бы было противно, и вы бы не допустили внимания какого-то стороннего мужчины. И не важно, это сосед ваш, сотрудник просто, начальник, продавец в супермаркете, куда вы каждый день в бокал какой-нибудь ходите. То есть вот так бы было. Проблема коренная вот в этом. Это просто лакмус, история, это лакмусовая бумажка отношения вашего с мужчинами в принципе, желания. Каких-то ваших потаенных внутренних, и отношения с вашим мужем. По правильному, если вы, вам надо все равно делать выбор, либо вы теряете свой брак своего мужа, и вы позволяете этому мужчине ухаживать, не вступаете в отношения, либо вы увольняетесь с работы, другого решения никакого нет. Просто для вас будет хуже, если это будет продолжаться так же долго, и вы будете позволять этот флирт, а вы сейчас его позволяете. Вы надеетесь, что оно само как-то, знаете, рассосется, как синяк, да, как болячка какая-то. Оно время пройдет, рассосется, никаких последствий у него будет. Нет, для вас будут последствия, просто если вы будете позволять заигрывать, играть дальше, типа извиняться и все прочее, вы на самом деле не на максималках просто его отталкиваете, и вы уже эту ситуацию вот так довели. Вам только уходить с работы остается, потому что вы же работу боитесь потерять, он же с вами перестанет разговаривать. Ну вообще подумайте вот со стороны, послушайте меня, что вы вообще писали, да. Вам приятно это. И вам либо отказаться от работы, соответственно, от отношений с этим мужчиной, либо от вашего мужа. Все очень просто. Вы не можете принять этого решения, вам и так, и так хочется, и так вам удобно. Но если бы у вас настоящая любовь к мужу была, и вам бы был просто противен этот мужчина со своими знаками внимания, поэтому вот такая ситуация. Я честно скажу, что я бы уволилась с работы, о ней не надо жалеть. То есть на чаше весов либо ваш брак с мужем, либо это работает, ухаживание. Слово работа, как там в коллективе, ну оно уже не заладится, а вам начальника надо менять. То есть это если его бизнес, он никуда не денется, только вам придется уходить. И все. Другого решения просто нет. Но так как вы играетесь в эти игры и типа сдержанно помалкиваете, но тем не менее человек продолжает ухаживать, вы своим молчанием позволяете ему это делать, оказывать вам знаки внимания, то скоро настанет момент, когда ваш муж узнает. Он сам может ему об этом намекнуть, сказать, либо кто-то пошепчет, станет очень видно, короче говоря, понимаете. Либо он сам захочет развития, он вам подпортит жизнь, чтобы вы развелись, сам об этом каким-то образом намекнет, расскажет. Либо кто-то коллектива заметит и вашему мужу настучит. И вы должны опередить эти события, принять решение. Потому что потом вы можете потерять и работу, и эти ухаживания, и вашего мужа. Вот и все. И вы вообще при разбитом корыте останетесь. Я вам советую как можно быстрее принимать решение. Скорее всего, если вам нужен брак, муж, уйти с этой работы, найти другую. Если на мужа у вас какие-то все-таки проблемы, вообще повод задуматься вообще, с тем ли вы человеком просто в браке состоите. Вот что хочу сказать. Очень показательно, что вы не пошли к мужу за помощью. Хотя вот здесь по менталитету турецкому очень бы было правильно это сделать. Вы боитесь потерять не работу, а что-то другое. Кто попадал в подобные ситуации, вообще харассмент это ужасно. Но я считаю, вы не виноваты в том, что это начинается. Но вы виноваты, если вы это не пресекаете и позволяете этому развиваться вот на протяжении какого-то длительного времени. Если вас это не устраивает, вы там вправе пожаловаться, пригрозить, там написать, не знаю, заявление, собрать какие-то доказательства. То есть это прекратить в жесткой ультимативной форме. И при этом сохранить за собой работу. Но если вы этого не делаете и молчите, то ничем хорошим это не закончится. Жду вашей истории по этому поводу. Напишите, пожалуйста, девушке, кто особенно здесь в Турции, живет, какие-то знакомые, может быть, знают на эту тему. Ваши советы по этому поводу. Я думаю, что ей будет очень полезно это почитать, ознакомиться. Ей в голове что-то устаканится, она примет к сведению и правильно поступит. Спасибо за внимание. Всем пока.